Штамм омикрон. Его не ставят в наших лабораториях. ПЦР, соответственно, просто будут ставить ковид. Каким образом мы говорим о том, что у нас растет заболеваемость омикроном, и будут ли вообще как-то отправлять куда-то исследовать наши анализы Балаковские, чтобы поставить, что у нас есть действительно омикрон, или просто у нас коронавирус? В общем, поясните, пожалуйста. Марина Александровна, есть пояснение о этом вопросу? А омикрон, конечно, будут ставить в Саратове пока. Как только к нам поступят тест-системы, которые определяют конкретно омикрон, то тогда будут анализы проводиться. А пока, вот я говорю, у нас два случая в Саратове. Ну, понятно. Получается, что наши анализы в Саратов мы пока не отправляем, и пока не фиксируем омикрон у нас. Хотя, может быть, он и есть. Вот я и говорю, как только поступят тест-системы, именно которые определяют омикрон, а пока, да, наша лаборатория работает, мы получаем все эти тест-системы из Саратова, соответственно. Поэтому как только будут именно конкретные тест-системы, тогда и будут определяться омикрон. Просто читала, что в слюне содержится омикрон больше, чем в носоглотке, или так же будет исследоваться носоглотка? Нет, те же анализы, те же самые. Пока никаких, понимаете, что пока нам никаких новых методических рекомендаций не поступало. Мы пока работаем по-старому. Если что-то будут, какие-то изменения, соответственно, будет нормативный документ. Ну вот смотрите, в продолжении темы. Вы говорите, что выросло количество заболеваемости ОРВИ. Омикрон похож на ОРВИ. Нельзя ли, ну, можно ли исключить омикрон, или это можно, ну, ОРВИ можно считать, что это и есть омикрон у нас? Ну, как вам сказать, все-таки мы анализы, вот даже если смотреть по динамике прошлую неделю, мы анализов стали на COVID делать гораздо больше. И регистрируется COVID гораздо больше. Понимаете, если мы поставили анализы, соответственно, мы выявили, даже если признаки ОРЗ, даже если признаки ОРВИ, мы поставили диагноз омикрон, поставили диагноз COVID, если у нас подтвердился анализ. Понимаете? И если можно еще раз напомнить, какие признаки у нас у омикрона и чем он отличается от гельты? Ну, омикрон, вот насколько пока по текущим показаниям, он очень близок к ОРЗ и гриппу. Он как-то более протекает, немножко не так. Там, ну как, и повышение температуры отмечается незначительное иногда, иногда высокое, но очень быстро проходит. И в этом носоглотке, вот именно вот здесь, вот ларингиты, задействованы верхние дыхательные пути. Но это пока вот сейчас так, мы же не знаем, как будет дальше развиваться. Поэтому он очень похож на ОРЗ, но если мы ставим, если мы делаем анализ, соответственно, выявляется COVID и ставим COVID.